Добрый день! В эфире информационно-просветительская программа Пензенской Метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. В селе Стяжкино Нижнеломовского благочения Пензенской епархии началась работа по очистке от хлама и мусора старинного и красивейшего храма в честь Михаила Архангела, в котором до последних своих дней служил знаменитый подвижник благочестия священник Николай Балаховский. Об истории храма и уникальной личности батюшки мы сегодня поговорим с церковным краеведом, руководителем издательского отдела Пензенской епархии Евгением Петровичем Белохвостиковым. Здравствуйте, Евгений! Добрый день! Начать разговор, конечно, хотелось бы с историей храма. Все-таки он очень старый. Таких, наверное, немного вообще на территории Пензенской епархии. Да, действительно, храм Михаила Архангела в уже несуществующем нежилом селе Стяшкино – это любопытный памятник архитектуры начала XIX века. Считается, что он в 1801 году был построен. Но за эти годы даты постройки всегда примерные, редко когда их удается установить точно. Понятно, что это не за год, наверное, строилось. Тем не менее, любопытный памятник эпохи барокко с люкарными накровлями, с одним очень изящным куполком, на котором еще даже каким-то чудом сохранился крест, причем, возможно, даже тех самых лет времен основания храма, с колокольней. Ну, на самом деле, дело не в том, что этот храм самый древний, или он построен по проекту какого-то великого архитектора. Конечно, он больше всего для нас дорог и интересен именно тем, что здесь 30 с лишним лет служил отец Николай Балаховский. И я думаю, я не преувеличу, если скажу, что это самый выдающийся пенинский пастырь начала XX века. Поэтому даже на архитектуру храма факт служения в нем такого выдающегося подвижника наложил определенный отпечаток, что я имею в виду. При отце Николая он был очень существенно расширен, потому что к нему приходили десятки тысяч богомольцев в год. Храм просто не вмещал, видимо, всех желающих. Само цело Стяжкина всегда было не очень большим. Появилась потребность расширить храм. Вправо и влево, на юг и на север расширили трапезную, устроили там два новых предела во имя Кирилла Белозерского, который особо почитался Стяжкина всегда, и свидетелей Николая и чудотворца. Если бы не личность тогдашнего настоятеля храма отца Николая, можно было бы сказать, что это искажение первоначальной архитектуры, и эти новейшие пристройки, они не имеют особой архитектурной ценности. Но поскольку мы понимаем, что это делалось именно при нем, именно в связи с потоком богомольцев к нему, то, конечно, и эти пристройки для нас дороги. И, конечно же, именно поэтому и так радует сердце, что начались работы пока хотя бы по приведению в порядок храма и благоустройству его. А в перспективе я верю, что дело дойдёт и до восстановления. Несмотря на то, что таких вот заброшенных храмов по Пенинской области много, и есть и с архитектурной точки зрения более интересные, но на самом деле это не только памятник архитектуры, конечно. Вот некогда рядом с храмом располагалась Успенская мужская пустынь, вот в которой тоже сейчас ничего не осталось. Планируете ли восстанавливать эту пустыню в будущем? Ну, наверное, так далеко, загадываться никто не возьмётся, тем более, что пустынь была по тогдашним-то меркам, может быть, не очень большая, 50 человек насельников, а по нынешнему у нас ни одного мужского монастыря такого нет. И, конечно, говорить о том, что здесь будет целый мужской монастырь, потому что он даже в 116 году за год до революционных событий был из общины мужской преобразован именно в монастырь уже полноценный, конечно, говорить об этом преждевременно. Тем не менее, действительно, у нашего правящего архиерея митрополита Пенинского и Нижнеломовского Серафима есть мысль о том, что здесь хорошо бы учредить мужской скит. Память об отце Николае, память о тех насельниках пустыни, монастыря, которые жили здесь столетия назад. И, наверное, действительно здравая мысль, потому что как приходской храм он не может быть восстановлен. Прихода-то нет, села нет. Ближайшая деревня Фёдоровка, конечно, она недалеко, там 3 километра, но там тоже не так много жителей. Ради приходских служб храм восстанавливается нецелесообразно. А вот как мужской скит в удалении от мирской суеты, как предполагаемое в будущее место паломничества, конечно, это очень разумно. В Стяжкине и Нижнеломовского района намерены восстановить старинный храм и образовать при нем мужской монастырь. И хотя в селе никто не живет, первое выездное заседание рабочей группы там все же состоялось. По заснеженному полю приехали заинтересованные в возрождении знаменитого когда-то уголка разные люди. Не откладывая до весны, предстоит оценить степень разрушения храма, богослужения в котором прекратились 80 лет назад, чтобы с приходом тепла сразу же приступить к реставрации. Храм действительно еще живой, то есть восстановительные работы можно провести еще дополнительно здесь, провести обследование, когда внешняя погода еще позволит. Это фундаменты, цокольную часть, потому что видно, что здесь земля чуть приброшена какими-то работами, цоколь завален немного. Провести дополнительное обследование, можно будет уже посчитать какие-то объемы по энергии, по труду, затратам. Но храм живой. Священник Николай Балаховский – уникальное явление в жизни Пентинской губернии начала 20 века. Ему еще не было сорока, когда к нему уже нескончаемым потоком шли богомольцы за духовным советом и исцелением. Рассказы о нем до сих пор передают уже те, кто не знал батюшку лично. Отец Иоанн Хражданский, когда к нему ходили в Москву пешком на службу, он посылал назад, говорит, зачем сюда ко мне идет, когда у вас свой светильник есть там. И они приходили к отцу Николаю Балаховскому, к Сяшкинскому. Несколько лет назад прах отца Николая перенесли в Нижнеломовский Успенский монастырь. В Пензенской епархии сейчас собирают материалы для канонизации подвижника благочестия. Митрополит Серафим принял принципиальное решение начать возрождение храма, в котором праведник прослужил 30 лет. Осенью добровольцы привели прилегающую территорию в порядок, вырубили кустарник, вывезли из храма горы мусора. Первоочередная задача теперь – укрепить стены, закрыть кровлю, настелить полы и поставить окна, чтобы остановить разрушение храма и сделать возможным проведение в нем богослужений. Действительно, это очень трудно, очень сложно, потому что нет ни электричества, ни газа. Но все это осуществимо, я думаю, с Божьей помощью. Будем восстанавливать здесь, доведем электричество, построим какие-то, наверное, хозяйственные постройки и начнем возрождать это святое место. Потому что действительно, здесь был духовный центр. Я думаю, что очень многие люди откликнутся, очень многие захотят сюда приехать, помолиться на этом святом месте. Потому что здесь святой подвижник жил. Так что все сделаем с Божьей помощью. В 1913 году в Стяжкине официально открыли мужской монастырь. Согласие императора Николая II, он, единственный в России, был назван в честь 300-летия дома Романовых. Начать восстановление в этом году обязывает и памятная дата. В июле исполняется 100 лет со дня расстрела царской семьи. Сейчас надо оценить, скажем так, степень разрушения. Надо поставить себе какие-то планы на то, чтобы первый, значит, у нас какой-то этап, второй этап, и, соответственно, к пословлению царственных мучеников, когда мы будем очистывать 18 июля, чтобы здесь уже первая служба могла была пройти. Пока рано говорить о том, когда Стяжкино можно будет включить во все паломнические маршруты, открыть здесь небольшой скид или проводить службы регулярно. Но первые шаги к этому уже сделаны. А может быть, сохранились, если не храм, если не пустынь, то какие-то святые места, именно связанные с именем отца Николая Блоховского? Вы знаете, наверное, действительно, вот мемориальным можно назвать только Михаил-Оранзельский храм. Потому что, действительно, не так далеко, ближе к речке, в Стяжкино есть даже два святых источника, но пока мне не попадались упоминания о том, как это связано они с отцом Николаевым, вообще были ли они известны, почитались ли они в его время или нет. Пока этот вопрос открыт, может быть, конечно, с исследованиями он как-то прояснится. Дом, в котором он жил, его домовый храм, двухэтажный корпус, монастыря ничего этого не сохранилось. Может быть, сохранились фундаменты, опять же, надо исследовать, но вот как построек, который уже сейчас можно начать восстанавливать, увы, ничего нет. А где он похоронен? Он был похоронен за алтарём Михаила-Оранзельского храма, но село вымирало, могила подвергалась осквернению, два раза её раскапывали в поисках сокровищ, хотя уж, ну какие там сокровища, о чём же вообще там речь, конечно, вести. Вот поэтому в 2007 году его прах был перенесён в Керенский-Тихвинский монастырь первоначально. А в 2012-м, по благословению владыки Вениамина, тогдашнего нашего правящего архиерея, отца Николая перезахоронили в Нижнеломовском-Успенском женском монастыре Нижнего Ломова, и сейчас его модилы там. Евгений, ну, хотелось бы всё-таки узнать подробнее именно о деятельности самого отца Николая Балаховского, о том, чем он запомнился на нашем землякам. Да, действительно, вот я уже сказал, что, с одной стороны, это, конечно, самый выдающийся священник в Пензенской епархии, начало 20-го века, в 26-м году он скончался, к которому приходили в год, ну, страшно сказать, по 60-100 тысяч богомольцев. То есть, это в прославленные древние святые обители не везде, по крайней мере, уж в Пензенской губернии тогдашней не можно было такой поток увидеть. При этом мы знаем о нём очень-очень мало. И, в общем-то, его личность для нас остаётся загадкой. Причём не только в том смысле, что, в принципе, дары Святого Духа, конечно, эта загадка, конечно, это необъяснимо для человеческого разума, и здесь нечего пытаться её разгадать. Ну, и в чисто биографическом плане, потому что если жизнь святителя Иннокентия Пензенского, она, в общем, более-менее известна, жизнь священносповедника Иоанна Ленинского, тоже, она, в общем-то, примерно известна, то об отце Николае мы знаем только сухие факты его официальной биографии, которая, в общем-то, нам ничего не даёт, потому что это, ну, это за некоторыми исключениями, это обычная для священника рубежа 19-20 веков биография. Я сейчас к ней ещё вернусь, но как бы вот сейчас закончу мысль о том, почему так мало мы о нём знаем. И есть буквально несколько, наверное, страничек воспоминаний и дневниковых записей о нём, конечно, которые всё-таки больше раскрывают, чем же он был так замечательным. Поэтому мне бы хотелось обратить внимание на то, что изучение его жизни и подвига, оно ещё только начинается. И я уверен, что если мы более-менее полно поднимем весь пласт документов, который сохранился, а это всё-таки не такая седая старина, и документов довольно-таки много осталось, если мы поднимем весь пласт воспоминаний, писем, документов личного характера, как это принято называть, я уверен, что мы больше поймём, чем же он так на самом деле притягивал людей, к чему за сотни вёзд к нему шли, при том, что, опять же, я скажу, он был очень молод, то есть ему ещё не было сорока, когда уже к нему шли десятки тысяч верующих. Почему? Будем пытаться понять. Всё-таки основные биографические вехи. Хотелось бы телезрителям озвучить. Основные биографические вехи, хотя бы так вот пунктируем, наметить биографию, в 869 году в Инсаре, это тогдашняя Пенинская губерния, сейчас от райцентра Мордовии, родился Николай Иванович Балаховский в семье саранского мещанина. Есть упоминания, пока не проверенные ещё о том, что отец его был управляющим винзаводом. Ну, факт тот, что это был мирянин, это был не священнослужитель, что по тогдашним меркам, в общем, было определённой редкостью, что сын не священник, пошёл учиться в духовную семинарию. А Николай Балаховский пошёл учиться именно в духовную семинарию, закончил её в 1894 году по первому разряду. Был направлен служить в Диаконом, в родной инцарский уезд, в село Верхнее Вязер. Храм, кстати, сохранился, что приятно отметить, восстанавливается сейчас, в котором начинал служение своё, естественно, Николай. Потом он был переведён в Масловку, Наровчатского уезда, сейчас это Наровчатский район Пенинской области. Тут же остатки от храма там есть, но, увы, уже более позднего времени, то есть там мемориального ничего во всей изместе не сохранилось. Там он служил буквально по году, в 1896 году уже его переводят священником в Стяжкину. И там он прослужил, таким образом, 30 лет. За это время что было сделано? Чисто, опять же, я сейчас официально по документам. Учреждён странно приимный дом, который перерос сначала в мужскую общину, потом в мужской монастырь. Что вообще сам по себе факт тоже уникальный, когда священник, женатый, отец троих детей, фактически становится основателем монастыря. Потому что, конечно, монастырь, как правило, основывают монахи. Ну, это естественно. Но здесь, это действительно случай из ряда вам выходящий, конечно. Соответственно, был построен некоторый монастырский комплекс, пусть не очень большой, но тем не менее, где вот как бы 50 насельников целых жили. Было учреждено общество трезвости, в котором состояло что-то около 600 человек. Тогда общество трезвости много где учреждались в начале 20 века, но такое масштабное, конечно, это было далеко не в каждом селе. Была библиотека, была церковно-приходская школа, то есть то, что, в принципе, есть более-менее везде. Был домовый храм при доме отца Николая. Уже вот, где-то 38 лет, если мне не изменяет память, он написал прошение правящему архиерею с просьбой разрешить ему устроить при своём доме домовый храм, потому что уже в то время у него здоровье было очень слабым. Последние годы жизни он из дома вообще не выходил, он уже служил не в домовом храме, не в приходском, вернее, храме, а вот именно только в своём домовом. Сейчас вот рассказали такой случай, надо ещё тоже, конечно, проверять, что в последние годы жизни он не мог выносить чашу со святыми дарами из царских врат и придумал какое-то приспособление, при помощи которого вывозил как бы как на колясочке дары, потому что боялся, что просто у него уже руки были слабые, он не выдержит, он может опрокинуть чашу, что, конечно, будет величайшей бедой. Сделано было много, но, опять же, я говорю, факты, которые пока мы никак не можем объяснить. Почему сын, управляющий винзаводом, решил стать священником, мы этого пока не знаем. Почему женатый священник и отец троих детей стал основателем монашеской обители, мы этого тоже не знаем. То, что шли к нему за исцелением, за духовным советом, это понятно, но, опять же, очень-очень мало упоминаний о том, какого же рода совета он давал. Едва ли не единственное, что повторяют несколько мемуаристов, что он советовал чаще, желательно где-то раз в месяц, причащаться к святых христовых тайм. В этом видел смысл христианской жизни и способ совершенствоваться, способ бороться с греховными наклонностями. То есть, еще, повторюсь, конечно, изучение впереди. Вы упомянули о том, что отец Николай был отцом троих детей. Что потом произошло с этими детьми? Продолжилась ли священническая династия? И сейчас вообще известно о судьбе его потомков? Да, это действительно очень хороший вопрос, который уже не первый далеко год волнует пеньских церковных краеведов и всех, кому вообще не безразлично имя этого подвижника благочестия. Дело в том, что последнее упоминание о его детях относится к 20-м годам, когда они еще были совсем юными. Мы знаем, что сыновья его получали образование в Москве, впрочем, не знаем точно в духовных учебных заведениях или в светских, а дочь трудилась учительницей в том же селе Стяшкино. В 30-м году, накануне ареста насельников монастыря, который произошел через 4 года после кончения отца Николая, из села скрылся, опасаясь преследования, не без оснований, его сын Константин. Об остальных детях вообще неизвестно. Даже того, что вот они как-то скрылись, уехали тайно, открыто. Почему? Это легко понять. Потому что, конечно, если бы они оставались в селе, они бы преследований наверняка не избежали. Понятно, что если они скрывались, то вполне вероятно, что они даже и фамилии меняли. Потому что о том, чтобы как бы вот Балаховский, Константин Николаевич, или Балаховский Алексей Николаевич, чтобы такие люди где-то проходили по следственным делам, были репрессированы, у меня нет таких сведений. Что, опять же, наводит на мысль, что или им как-то удалось всё-таки укрыться? Или они действительно поменяли фамилию, а может быть, даже и имена отчества? Конечно, очень бы хотелось, чтобы потомки нашлись, откликнулись, потому что потомки многих прославленных уже святых, пенинских, начала 20 века, с ними налажена связь, они известны. Это, конечно, очень приятно, для нас дорого, это очень ценный источник. Кроме того, семейные предания, это действительно важно, это важнее, чем официальные документы, я так думаю. Но один факт, мимо которого я не могу пройти, дело в том, что в самых разных кругах, пензенских, нижнеломовских, местных, не только церковных, бытует версия о том, что сын отца Николая это не больше, не меньше, как Алексей Николаевич Косыгин, советский премьер-министр брежневских времён. Могу сказать, что имя отчества, конечно, совпадает. Действительно, он тоже был Алексей Николаевич. Год рождения, ну да, совпадает. Но, наверное, это всё-таки не совсем достаточное основание. Происхождение Косыгина формально, оно, конечно, известно, что он был сыном петербургского рабочего и так далее. Всё вроде бы понятно, хотя почему-то вот версия о том, что есть ещё более фантастические версии. Есть версия, что Алексей Николаевич Косыгин это не больше, не меньше, как царевич Алексей Николаевич, погибший в Ипатийском доме Екатеринбурга в 1918 году. То есть, по сравнению с этим версией, что он сын Балаховского, это уже и то более реально, Косыгин, конечно, действительно выделялся из бюрократии брежневских времён. Может быть, он действительно, конечно, и не был из такой простой семьи, как было сказано в официальных бумагах. Но мог ли он быть сыном Балаховского? Ну, наверное, чтобы это опровергнуть, у меня тоже нет достаточных оснований. Но в то же время и говорить об этом с какой-то долей уверенности, даже предположения, ну, наверное, это будет очень наивно. Насколько я знаю, комиссия по канонизации святых Пенской епархии занимается как раз на сегодняшний день сбором материалов, соответствующего характера, в том числе и о подвижнике благочестия, священнике Николаю Балаховскому. Какие основания есть для его возможной канонизации? То есть чудеса при жизни, воспоминания чудеса после смерти? На самом деле, критерии канонизации святых, они в своей основной сути с древних времён, в общем-то, и не менялись. Конечно, главный критерий – это почитание в народе. И это почитание в народе, оно совершенно неоспоримо есть, оно продолжается до наших времён. Если приехать в Нижмеломовский Успенский монастырь, где покоятся сейчас останки отца Николая, там расскажут несколько историй, вот совершенно новейших, свежих, за последние пять лет случившихся, когда люди по молитвам к нему, по молитвам на его могиле получали исцеление, получали разрешение каких-то своих житейских проблем, люди чувствуют молитвенную помощь отца Николая, это совершенно неоспоримо. И что важно, эта традиция, она никогда не прерывалась. То есть даже в советское время его могила была местом паломничества. Так зафиксирован вообще случай, тоже редчайший, в 1958 году, в разгар хрущевских гонений, над могилой отца Николая построили часовню, которую, правда, на следующий год пришлось сломать, но тем не менее, то есть даже в 50-х годах люди настолько его почитали, что считали возможным строить часовню на его могиле. Это одно основание, все-таки от которого мы, конечно же, отталкиваемся, потому что если бы не было этого почитания, то никто бы уже не помнил это имя, наверное, мы бы сейчас о нем и не говорили, скорее всего. Ну и, конечно, основание, безусловно, праведная жизнь, безусловно, свидетельство о ней. Причем это не только послужной список, но и, конечно же, воспоминания очевидцев, дневниковые какие-то записи. Все они сводятся к тому, что действительно это было выдающееся подвижнее благочестие, потому что известно, что несколько его духовных чад стали позднее тоже выдающимися деятелями. Можно вспомнить, наверное, в первую очередь архиепископа Мелитона Соловьева, который был архиепископом Тихвинским викарием Ленинградской епархии. В 1986 году он скончался и был ректором ленинградских духовных школ, что интересно отметить, его непосредственным преемником как ректора был нынешний святейший Петриарх Кирилл. И владыка Мелитон при своей архиерейской хиротонии, при наречении его епископа в 1970 году ещё нужно сказать, что он духовно окормлялся, как он говорит, у великого молитвенника и подвижника, священника Николая Балаховского. Я думаю, что если он это говорил в 1970 году в Ленинграде, видимо, это имя даже тогда много кому что говорил. С огромным уважением к примеру отзывается про отца Николая Балаховского германах Пётр Серёгин, многолетний духовник Пехотинского монастыря. Отца Николая, он пишет много раз в своём дневнике 20-х годов. Отца Петра тоже многие почитают из православных, по всей России, за её пределами. Его свидетельство, конечно, тоже очень весомо на самом деле. Ну и, может быть, самое яркое имя, которое нужно упомянуть в связи с отцом Николаем, это праведный Иоанн Кронштадтский. По преданиям, Иоанн Кронштадтский и благословил Николая Балаховского на принятие священнического сана на пастерство. То есть это может объяснить этот шаг, казалось бы... Может быть. Может быть, действительно так. Может быть, действительно повлияло знакомство с отцом Иоанном. Может быть, была обратная последовательность. Есть интересное предание о том, что супруга отца Николая, когда ей стало совсем тяжело, что вместо спокойной жизни сельского священника и матушки, вот тут столько паломников, тут ещё монастырь, намечается, стало ей совсем тяжело, да ещё трое детей. Она поехала к отцу Иоанну Кронштадтскому за советом, как же ей правильнее поступить. И он, скорее всего, конечно, провидя, кто к нему приехал, я думаю, всё-таки он был очень прозорливым, он сказал, а что ты ко мне приехал? Ваша пенсика в губернии есть отец Николай Стяжкинский. Вот. К нему бы уж и обращалась. Вот. Может быть, конечно, это предание. Вот. Может быть, нет. Факт пока только один подтверждён, что отец Иоанн Кронштадтский пожертвовал 100 рублей на реконструкцию храма Стяжкина, который вот я в начале программы уже говорил. То есть подтверждается, что он действительно про Стяжкинский храм знал, стал быть, с его настоятелем, ну, хотя бы в самой малой степени был знаком, стал быть, конечно, вполне возможно, что действительно он и благословлял отца Николая на его подвиг. Поэтому вот я думаю, уже упоминание этих имён, оно православному человеку о многом скажет, кроме формулярного списка, и подтвердит то, что это действительно был человек святой жизни, конечно. Большое спасибо за интересную беседу. А я напомню, сегодня у нас в студии был председатель издательского отдела Пензенской епархии, церковный краевед Евгений Петрович Белохвостиков. Смотрите нас ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова